чтобы снять выделение с объекта вы можете щелкнуть в пустом пространстве или нажать сочетание клавиш control d также объект можно выделить через список если в цене много объектов одинакового типа цвета или еще по каким-нибудь другим критериям через меню edit ты можешь выбрать эти объекты по какому-нибудь критерию например select by name будет выделять объекты по именам select by layer будет выделять по слою а выделение по цвету выделит объекты с одинаковым объектом цветом например если в сцене выделен какой-то объект и есть другие похожие на него по форме цвету структуре можно использовать команду select similar из меню edit или нажать сочетание клавиш control q и такие же объекты также выделиться еще один способ выделения бегущей рамкой ты наводишь мышь на какую-то область на пустую или рядом с объектом начинаешь чертить область выделения даже если область немножко затрагивает твой объект он будет захвачен если ты захватишь областью несколько объектов соответственно выберется несколько если нужно выделить объект который только полностью попадает в рамку они захватываются частично областью выделения ты можешь поставить на панели инструментов пометку window crossing и тогда только полностью попадающие в выделение прямоугольной рамкой объект будет выделен а краешком ты не сможешь захватить объекты частично попадающие в нее чтобы управлять перемещением вращением и масштабированием объекта используются три основных инструмента это select and move вызывается горячей клавиши w select and rotate или клавиша и и английская а также инструмент select and uniform scale сокращенно его называют scale или скалирование используя эти инструменты ты можешь управлять своими объектами чтобы просто выделить объект в сцене без перемещения вращения и масштабирования используется инструмент select object чтобы переместить объект используется инструмент select and move ты активизируешь его затем можешь перемещать свой объект нужном направлении используя стрелку указывающую на соответствующую ось например чтобы переместить объект по горизонтали и строго по ней я навожу мышь на стрелку x ближе к самой красной стрелке и просто двигаю его мышью в нужную сторону влево или вправо соответственно объект перемещается относительно нуля координат который обозначен черным цветом положительном направлении право и в отрицательном влево также ты можешь посмотреть где находится сейчас центр объекта в координатах ближе к середине в нижней части экрана здесь есть координаты объекта по x y и z ты можешь их править мышкой вводить вручную или например обнулять щелкнув правой кнопкой мыши на маленькие стрелки в конце значений аналогичным образом ты можешь двигать свой объект по вертикали или если это например перспектива здесь появляется третья ось и наводя на нее мышь ты можешь по ней также двигать объект наводя мышь на маленький квадратик между осями ты можешь двигать его одновременно по двум осям если это происходит видах top front или left если ты будешь его двигать за маленький квадратик перспективе он будет двигаться одновременно по трем осям это видно в окнах проекции также можешь использовать квадрат между осями он также двигает объект одновременно по x y или сразу вдоль двух осей перспективе если перемещение включена по умолчанию одновременно по двум осям и тебе никак не удается переключиться на одну ось более точно тогда проверь настройки привязки по осям для этого мы идем привязки snaps щелкаем по ним правой кнопкой мыши и переходим в раздел options в нижнем левом углу должна стоять галка на enable access constraints для того чтобы оси работали по отдельности после включения этой опции просто закрою окошко теперь оси должны работать по отдельности чтобы вращать объект ты выбираешь инструмент rotate поворот происходит вдоль указанной оси если ты наводишь мышь на область поворота параллельно плоскости экрана ты повернешь его вдоль собственной оси то есть по оси z если по поперечной или продольной соответственно развернешь по осям y или x поворот также доступен полях координат внизу экрана где ты можешь указать более точное значение или обнулить состояние щелкнув правой кнопкой мыши на маленькие треугольные стрелки в конце значений чтобы поворот был фиксированным я включаю привязки поворота если щелкнуть на них правой кнопкой мыши откроются их настройки и в поле angle ты увидишь насколько градусов по умолчанию фиксируется поворот угла после настройки этого параметра не забудь закрыть окошко для масштабирования объекта используется инструмент select and uniform scale и после активации ты можешь масштабировать объект пропорционально или непропорционально по осям естественно когда ты наводишь мышь на треугольник пересечения осей в любом из видов маленький треугольник означает пропорциональное масштабирование по всем осям если ты наводишь мышь на маленькую полосу между осями объект расплющивается то есть он масштабируется по двум осям а по 3 оси он не масштабируется если наводишь мышь только на одну оси тянешь за неё соответственно масштабируется только это ось Также масштабировать можно в осях координат, указывая здесь более точное число. Если ты забыл, на сколько процентов отмасштабировал объект, повернул или переместил его, ты можешь нажать на любой из этих инструментов правой кнопкой мыши. Например, если это Scale, здесь я могу выставить значения по отдельности по осям, а также проверить, на сколько я масштабировала свой объект. Также работает и поворот, и перемещение объекта. Инструменты панели Modify дают доступ к списку модификаторов, и развернув его, ты увидишь огромное количество модификаций, которые ты можешь проделать со своим объектом. Модификаторы встраиваются в стэк, присваиваются на объект и всегда остаются в этом маленьком окошке. В любой момент ты можешь отключить их воздействие, кликнув на глаз, удалить, нажав на урну Remove modifier from the stack, показать конечный результат, а также отрегулировать параметры текущего модификатора, или переключиться на первоначальное состояние объекта, кликнув на объект, который находится в самом низу окошка. И, например, изменить его размеры до начала воздействия всех модификаторов. Такой недеструктивный метод работы помогает тебе на любом этапе создания твоей модели всегда иметь возможность переключиться на подуровень ниже или вернуться к изначальной исходной модели. Продолжение следует...